здравствуйте дорогие друзья напишите пожалуйста как меня видно как слышно меня зовут сходов алексей и приветствую вас на вводном технико-экономическом вечернем вебинаре вечернем для москвы но собственно сегодня мы вам расскажем что такое струнная технология что такое skyway и в первую очередь вебинар именно для новичков и пожалуйста давайте пройдем опросник то есть поставьте циферку 0 кто присутствует на сегодняшний день первым раз на вебинаре новичков то есть упрости так скажем задачу опросника кто вообще в первый раз слышал о проекте в первую очередь вебинар ориентирован именно для новичков и мы ставим задачу и целью привлечение масс так скажем население не побоюсь этого слова более 10-15 процентов как российской федерации так и других стран именно для оповещения что существует такой проект skyway и возможность народного финансирования соответственно эта возможность которая действительно бывает раз сто лет это возможность время которое пришло на сегодняшний день и участвует уже более сотни тысяч людей на сегодняшний день больше двух сотен в качестве просто зарегистрированных участников и также участвуют люди в качестве непосредственно уже активных инвесторов активных акционеров и естественно сегодня технология skyway развивается уже полными темпами и вы даже не представляете что нас ждет в ближайшем будущем какие новости нас ждут я также сейчас веду одновременно вебинар с прямым включением в перископе то есть мы сергей анатольевич нам намерены вести именно такие одновременные трансляции в перископе в том числе как нас найти как присоединиться перископе потому что в реальной жизни по адресным проектам и так далее мы также вещаем мы далее как и собственно контакты skype с крупными инвесторами при сложностях при общении именно с потенциальными средними крупными инвесторами если вы не можете грамотно донести информацию то мы с удовольствием поможем и давайте перейдем непосредственно к вебинару так как я понимаю всего три новичка сегодня присутствует из 90 людей я верно понимаю если новички присутствуют я намеренно сегодня делаю опросник чтобы облегчить еще больше облегчить возможность голосования для людей и соответственно чтобы на нашем вводном технико-экономическом вебинаре все было максимально так скажем просто и доступно если помимо этих трех людей присутствует также в первый раз люди то поставьте циферку 0 просто в чате как я понимаю присутствует чуть чуть больше вот четыре человека но я думаю еще новички присутствуют и сегодня сергей антольевичем сибиряковым мы проведем данный вебинар ориентированный повторяю в первую очередь на новичков в первую очередь это именно конкретно вводная часть по технологии skyway по возможности инвестирования в данную технологию и соответственно давайте подумаем поразмыслим вообще насколько сегодня на сегодняшний день изменился современный мир например сведение в свет и в обиход в технологический обиход в массовое производство двигателя внутреннего сгорания когда появился народный автомобиль иницируемый генри фордом как появился первый компьютер первая пакетная передача данных произошла в 60-х годах 1960-1969 если быть точным и соответственно насколько это серьезно изменила нашу жизнь сколько серьезно изменила это сегодняшнее мироустройство и на самом деле это уже абсолютно привычный так скажем эффект и даже фраза что вы забыли телефон то есть я одновременно веду так скажем трансляцию перископе повторяю то есть полностью используем возможности технологического уклада 5 и соответственно то что вы забыли телефон то что вы перезвоните по скайпу этих фраз не было не было всего лишь 20-30 лет назад и на сегодняшний день эти фразы появились эти фразы появились в повседневной жизни и настолько же прочно настолько же быстро войдет на самом деле струнный транспорт анатолий эдуардович единицкого струнный транспорт второго уровня и несмотря на то что многие на сегодняшний день процессы происходят фактически мгновенно то этого не скажешь о транспортной логистике этого не скажешь о передаче грузов услуг товаров и так далее из точки а в точку б на тысячи километров и соответственно я могу сказать что недостающее звено которое все ждут мировой логистики более того этого ждут современные крупные венчурные фонды европейские фонды американские фонды австралийские фонды этого ждут крупные инвесторы которые готовы инвестировать в новые направления при максимальном снижении рисков и при тех фактах уже доказательной базе максимальный для вхождения в проект и на самом деле друзья мы на сегодняшний день стоим как раз таки на пороге именно пред капитализации я не побоюсь этого слова и соответственно сегодня каждый из вас может посредством схемы народного финансирования про инвестировать от 25 долларов что касается skyway капитал и войти в этот проект соответственно в качестве активного инвестора как например на стадии долевого строительства долевого участия строительстве на стадии застройки когда вы покупаете строящимся доме квартиру и соответственно если вы будете уверены когда вы будете уверены что этот дом обязательно достроится то я думаю всем прекрасно понятно что спрос на жилье в таком доме очень и очень колоссальным и также спрос на сегодняшний день на пакеты на акции группы компании skyway на обязательства которые в будущем уже станут с акциями он действительно колоссальным и то что сегодня уже никого не удивишь инвестиции в 10 тысяч долларов это говорит о многом то есть на сегодняшний день мы перешли на тот этап когда мы уже не агитируем за проекты не уговариваем мы просто даем информацию просто оповещаем и соответственно все это началось еще до народного краудинвестинга еще до народного финансирования еще до далеких семидесятых конец семидесятых годов соответственно на международной конференции по неракетному освоению космоса антолий эдуардов чуницкий предложил концепцию как вывести промышленность в открытый космос и соответственно на тот момент естественно мир не был готов абсолютно мир не был готов к таким технологическим совершениям но и соответственно так как не был изобретен на тот момент даже интернет я не говорю про более серьезные внедрения пятого технологического уклада и соответственно сеть на тот момент народного финансирования и так далее невозможно было построить Построить, соответственно, это говорит о том, что от этой идеи пришлось отказаться, отложить ее в долгий ящик. И на самом деле, эта идея недалека к воплощению. Я на расширенном технико-экономическом вебинаре покажу, как это будет выглядеть, чтобы новички посмотрели, как будет выглядеть именно орбитальная струнная транспортная система, то есть ОСТУ. И это, соответственно, то, что на сегодняшний день может спасти планету и то, что на сегодняшний день заинтересовало более 200 тысяч активных участников, просто зарегистрированных людей. Соответственно, в 70-х годах очень многое изменилось, так как Анатолий Эдуардович Юницкий от глобального к локальному перешел к системе именно легкого, безопасного, комфортного, при перемещении и дешевого, самое главное, транспорта. При использовании существующих законов физики, при использовании существующих материалов, то есть ничего нового, сверхъестественного создано не было. И, соответственно, огромной доказательной базой для губернатора Красноярского края Лебедя Александра Ивановича было то, что с помощью глобального бизнеса по продаже русского холода можно действительно вывести Российскую Федерацию из того кризиса, в который на сегодняшний день находится страна. И губернатор Красноярского края на тот момент Лебедь Александр Иванович затенансировал первый техно-экопарк. Это был еще не техно-экопарк, но это было испытание путевой структуры, испытание технологии, именно поколения технологии второго уровня. И, соответственно, на данном этапе произошло признание технологии именно на уровне путевой структуры. На самом деле, когда ЗИЛ взбирался в небо, все обладировали буквально стоя, потому что это действительно был прорыв, это все транслировалось по ведущим телеканалам. И то, что на тот момент можно было внедрить массово и, соответственно, инициировать те адресные проекты, которые спасли бы экономику Российской Федерации, диверсифицировали бы экономику Российской Федерации, сняли бы нашу страну, если говорить про Российскую Федерацию, с нефтяной иглы и, соответственно, создало бы новые рынки именно в качестве русской технологии в других странах. На тот момент эта возможность не была использована, к сожалению, либо к счастью. Так как после презентации Дмитрию Анатольевичу Медведеву, после Госсовета России по инновациям в транспорте, испытательный стенд в озерах был фактически полностью уничтожен. И это тот момент, переломный этап, когда после еще нескольких попыток Анатолия Дмитриевича Ницкого и команды, которая развивала SkyWave, в которую входит также Сергей Анатольевич Сибиряков, то есть это человек, который является гуру техника экономического обоснования, гуру макроэкономического прогноза, тот человек, который предсказал Майдан на Украине еще за год, те события, которые на сегодняшний день с рублем, примерно за полтора года. Вот, собственно, такие люди, еще будучи и являясь чиновниками, присоединились к проекту, к развитию проекта SkyWave. И это было одной из причин вхождения на первой стадии, на начальной стадии в качестве активных инвесторов и в качестве строителей сети, которая вылилась именно более чем 50 тысяч инвесторов, более чем 40 странах мира, больше чем 200 тысяч зарегистрированных просто участников. Это вылилось в то, что на сегодняшний день мы с вами видим. Но если бы Анатолий Эдуардович Юницкий не принял бы вектор развития, именно как как инвестинг, и не началось народное финансирование, то неизвестно, в какой бы стадии находился бы сегодня проект. Скорее всего, не пришлось бы говорить о строительстве, скорее всего, не пришлось бы перед строительством говорить о выделении земли, и, скорее всего, не факт, что было бы сформировано в третий раз КБ, соответственно, после всех тех процессов, которые произошли. И, на самом деле, в 2013 году президентом на данный момент международной корпорации Skyway был предпринят тот шаг, который сегодня мы видим в качестве результата. Это строительство техноэкопарка, это уже предкапитализация, это уже преддемонстрация, это множество заказов потенциальных по адресным проектам. Это огромнейший интерес как у мелких, средних, так и крупных и крупнейших, даже крупнейших инвесторов. И, на самом деле, именно это позволило нам создавать то, что мы на сегодняшний день имеем, и развивать те направления, которые мы с вами имеем миссии и желанием развивать. Это городской пассажирский транспорт, это грузовой транспорт, это высокоскоростной транспорт, который планируется к демонстрации и строительству уже, соответственно, в 2017 году. Что касается городского пассажирского и грузового транспорта, то это планируется к демонстрации, сертификации и так далее уже в 2016 году. И все зависит от финансирования. На самом деле сейчас риск снижается, риски снижаются, риски минимальны. И, соответственно, то, что сегодня мы все с вами делаем, на самом деле приводит к формированию той доказательной базы, которую, в том числе, экспертный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации признал, признал технологию инновационной. И, соответственно, на сегодняшний день это мощнейшая доказательная база, мощнейшая доказательная база для продвижения нашего проекта, для ускорения развития нашего проекта, информирования, оповещения. То есть это именно оповещение. Это именно та возможность, которую мы передаем от человека к человеку. Более того, сформирована конкретная стратегическая точка входа в рынок. Это легкий прогулочный транспорт. И, соответственно, я могу сказать, что это нам посылали конкретными переговорами именно с ведущими крупными инвесторами, с губернаторами различными и так далее. И, на самом деле, когда мы начинаем общаться с чиновниками, и сейчас, так как мы с Сергеем Анатольевичем, так скажем, полностью сконцентрировались и сфокусировались на развитии именно корневой компании, то я могу сказать, что сейчас работа по адресным проектам, обучение по адресным проектам, именно совместно с КБ. За 2016 год, до конца 2016 года мы с вами должны инициировать адресные проекты, которые на сегодняшний день уже инициированы. И, соответственно, это те адресные проекты, которые будут капитализировать уже сеть, нашу инвест-проводящую сеть, то, чем в дальнейшем будет заниматься сеть. Я не говорю уже про те адресные проекты, которые на сотни миллионов и на уже близится суммы миллиард долларов инициированы головной компанией. Соответственно, это те проекты, которые достаточно глобальны, как Лондон-Токио, как Ханой-Хашимин, как освоение местополения в Боливии. Но на самом деле, вот эти глобальные проекты, все глобальное начинается с локального. Всегда океан, большой океан, большое озеро начинается с небольших родничков, с ручейка. И как раз-таки вот эта стратегическая точка входа, юнибайки. И вы видите спецификацию, то есть, как Боинги, Юнибайк, Ю4-610. Это, соответственно, спецификация, масса данного подвижного состава 300 килограмм. Соответственно, это планируется уже к тому, что это будет ездить. И, соответственно, поедет по путевой структуре на техноэкопарке в Минской области, в Мариногорке, уже в 2016 году. Мы не обещаем, что в апреле на нашей общей встрече это все дело поедет, так как очень серьезно меняются планы развития. Сейчас нами конкретно заинтересовались крупнейшие уже, могу сказать, инвесторы. И, соответственно, нужно соблюдать коммерческую тайну, нужно держать в тайне до конца ноу-хау. И капитализировать максимально в информационном поле нашу технологию в виде передачи этой информации от человека к человеку, в виде построения сети. Потому что именно через народное финансирование данный проект получил возможность к развитию. И перейдем к краткому описанию преимуществ технологии. Преимущество технологии Skyway – это, в первую очередь, огромная дешевизна проезда. То есть это будет в 3-4 раза дешевле, чем общественный транспорт. Это безопасность перемещения. Чего не скажешь о современных способах передвижения, о современных транспортных средствах. Железнодорожный, я не говорю уже об автомобильном транспорте. Это комфорт перемещения, это долговечность. И долговечность можно будет сравнить с вантовыми мостами. То есть и вообще по спецификации путевая структура Skyway является также в некоторой степени мостом. Мы более подробно на этих технических характеристиках будем останавливаться. И не стоит забывать об огромной экологичности и огромной задачи нашего спасения именно человечества всего и планеты. Потому что через 3-4 поколения точка невозврата может быть пройдена. И, соответственно, возникает уже парниковый эффект и так далее. И на самом деле уже пора переходить на альтернативные источники энергии, на альтернативные виды транспорта, такие как транспорт второго уровня. Так как это инновационное, признанное экспертным советом при Министерстве транспорта Российской Федерации на сегодняшний момент, соответственно, подвижной состав и вся инфраструктура Skyway. На самом деле, то, что я вам рассказываю, началось, опять же, повторяю, более 30 лет назад. И сегодня мы подошли к крайнему этапу. И я хотел бы вам донести вкратце максимально просто, максимально доступно о тех технических характеристиках, которых должен понимать каждый человек, который входит в проект Skyway, который планирует, инвестирует в проект Skyway. И в первую очередь техническая характеристика, главное, это высокая аэродинамичность подвижного состава. То есть мы можем сравнить, соответственно, транспортный модуль Skyway с Bugatti Veron. Вы видите на картинке скоростной модуль, транспортный подвижной состав, это рельсы в автомобиле, это перемещение сталь по стали. И, соответственно, максимальный КПД колеса достигается 99%. Я сброшу академика и президента Международной академии ТРИС, это теория решения изобретательских задач, Михаила Орлова, основание подтверждения, что действительно технология Skyway это наиболее перспективная на сегодняшний день к внедрению технология. И это было сказано еще задолго, так скажем, до того, как технология была признана экспертным советом при Министерстве транспорта Российской Федерации и МБМ, компании независимой высшей консалтинговой государственной австралийской, которая представлена многими филиалами по всем точкам земного шара. Это было очень серьезное исследование, изъездили схему финансирования, изъездили вдоль и поперек юридическую форму взаимодействия, построения. Сейчас мы уже выходим, вы увидите ролик на расширенном технико-экономическом вебинаре, к формированию системы международного, международной системе формирования менеджмента и качества, то есть это ISO. И на одном из вебинаров мы подробнее остановимся, что это такое и почему действительно международная корпорация, корпорация нашего уровня должна обладать подобной системой качества и менеджмента. И вернемся к аэродинамике. На самом деле это будет темой, одной из тем сегодняшнего расширенного технико-экономического вебинара, потому что грядут очень серьезные результаты по еще более серьезным показателям коэффициента аэродинамического сопротивления, который лучше, чем у Бугати Верон, повторяю, и даже военного спортивного истребителя. То есть у самолета это примерно 0.1, у Бугати Верон это 0.3, у нас же это ранее позиционировалось 0.075, и будет еще более улучшенный коэффициент аэродинамического сопротивления. Что такое, из чего складываются вот эти экономии топлива, ресурсов, мы расскажем уже на расширенном сегодняшнем технико-экономическом вебинаре. Но одно я могу сказать, что 100 грамм топлива на пассажира, это не кажется, что средство может достичь на самом деле таких показателей. Я не говорю про городской электротранспорт, который во многих городах Российской Федерации, в том числе и в моем городе, в котором я проживаю, конкретно велись переговоры, и появилась доказательная база, что он находится в предбанкротном состоянии. И, соответственно, за счет именно высокой аэродинамичности, за счет того, что подвижной состав находится в первую очередь на высоте 10-15 и выше метров, это способствует увеличению показателей аэродинамики уже в два раза. Это формирует значительную экономию топлива, так и материала при строительстве, так и самого строительства, скорость строительства. И скорость строительства может быть колоссальная, это может быть один километр в сутки при движении в одном лишь направлении строительного экипажа, строительного отряда. Если вдруг именно на встречу будут строительные отряды двигаться, то, соответственно, полкилометра также абсолютно достижимая скорость строительства. И что такое струна? Чтобы все понимали, что такое путевая структура, что такое струнная технология Анатолия Эдуардовича Ницкого, и почему называется струна. Я могу сравнить, также, относительно для новичков, я всегда привожу сравнение с гитарной струной, и представители властей ранее также сравнивали с балалайкой нашу струну. Это предварительно напряженная, растянутая, неразрезная конструкция, которая закреплена на концах анкерных опор. Анкерные опоры могут быть одновременно высотными зданиями, анкерные опоры могут быть одновременно также и просто станциями, просто принимать на себя нагрузку. И, соответственно, промежуточные опоры, также возможны к строительству, и их можно избежать, если анкерная опора максимально высокая, то есть от 50 метров. Соответственно, струна состоит из стальных проволок, которые от 2 до 5 миллиметров растянуты, напряжены в напряженном состоянии. Далее идет элемент крепления, чтобы эти все проволоки не болтались, были упорядочены. Далее идет омоноличивание специальным наполнителем, специальным бетоном, и ставится стальная головка рельса. То есть это все, казалось бы, обычный рельс, но инновационность колоссальная, и на самом деле в самой путевой структуре заключено очень большое количество ноу-хау. И это наша с вами безопасность, инвестиционная безопасность, это то, что патентуется, то, что уже запатентовано. Но грош цена была бы, к моим рассказам и речам, так скажем, если бы не началось строительство. Если бы летом 2015 года мы не получили бы, соответственно, землю в Минской области, на Мариной горке, Республика Беларусь, и сейчас уже во все идет строительство. Мы реализуем именно концепцию экотехнопарка, то есть зеленые насаждения, сами станции с зелеными насаждениями. И, соответственно, концепция экотехнопарка, это прорыв, это прорыв вообще, как и в транспортной индустрии, так и вообще в инфраструктуре городов. То есть будет реализовываться целая концепция новых городов, смарт-городов, умных городов, зеленых городов. Те города, которые будут в качестве именно позвоночника, хребта и в качестве артерии, иметь именно транспортную составляющую SkyWay. И как раз-таки эти города, на наш взгляд, мы являемся последователями школы Анатолия Эдуардовича Юницкого, они будут наиболее распространены на земном шаре. И более того, заказчики на первые города, они уже, так скажем, зреют, и уже в 2016 году мы можем увидеть колоссальные движения. Я не говорю об адресных проектов, которые инициируются уже много где. Естественно, сейчас это происходит в первый раз. Сейчас мы в качестве инвест-проводящей системы, я не знаю, и это очень серьезная коммерческая тайна, какие адресные проекты формируются, капитализируются уже сейчас головной компанией. Мы с Сергеем Анатольевичем в курсе об общении с крупнейшими потенциальными инвесторами. И поэтому на каждом вебинаре мы уже сейчас говорим, что в 2017 году, скорее всего, возможности может и не быть уже войти в корневую компанию. Но всегда для инвест-проводящей системы найдется место. И это тот клондайк, я в первую очередь обращаюсь к людям, которые могут общаться с другими людьми, которые умеют строить сети. Либо это именно сетевое построение бизнеса в интернет-сфере. Это может быть традиционные сетевые сферы, именно традиционный бизнес, то есть именно торговые сети. И все это здесь необходимо применять, потому что на самом деле этот рынок, скорее всего, уже не появится в таком виде, в каком сейчас зарождается. И этой возможности уже не будет ни у наших детей, ни у наших родителей. Соответственно, также этой возможности не было. И, соответственно, сейчас вы имеете возможность обеспечить действительно свое будущее. Уже сейчас, сегодня, настоящим. Это признали еще на ранней стадии развития проекта крупнейшие деятели, специалисты своей области. То есть это Хазин Михаил Леонидович, это Делягин Михаил Геннадьевич, это Леонти Плеопольд Тигревич, который является сподвижником Skyway. Это именно основа новых материалов, это легирование стали. Мы к этому обязательно вернемся после того, как транспортная инфраструктура Skyway будет освоена и внедрена в плане капитализации крупнейших месторождений редкоземельных металлов на территории Российской Федерации. Недавно присоединился Род Хук, относительно недавно, чуть более, так скажем, уже полугода работа начала свестись обычным инвесторам, амбициозной, замечательной женщиной Людмилой Хьюз. И, соответственно, это то, что привело, так скажем, обычный этап взаимодействия через инвестпроводящую систему на высшие органы власти, чуть ли не на правительство Южной Австралии. Не чуть ли, а как раз-таки на правительство Южной Австралии. И это то, что доказывает эффективность того способа финансирования, которое в 2013 году выбрал Анатолий Эдуардович Юницкий. И на самом деле новички, даже если не предпримите, но я не побоюсь этого слова, это будет неразумное решение, не предпринять возможность финансирования, не попробовать хотя бы поучаствовать в этом венчурном проекте, потому что те риски минимальные, которые на сегодняшний день имеются, ну, естественно, эти риски нет, их не было в 2013. Их такой возможности не было в 2014 году, там были колоссальные риски. То есть, если сравнить с долевым участием в строительстве, то не было даже фундамента, не было даже проекта, он только чертился. Научно-производственное конструкторское предприятие в Минске, которое состоит из более чем 13 КБ, только-только организовывалось. И только были задачи организовать КБ. На сегодняшний день все сформировано, риски минимальны. Соответственно, это замечательная возможность, дамы и господа, действительно, держать и рассказывать всем и каждому о возможности участия в проекте Skyway, потому что об этом будут слышать по различным каналам, различных стран, по телевидению, по СМИ. И, собственно, уже люди будут говорить, что где-то слышали, но эту возможность не использовали. Задачей наших вебинаров является краткое, но максимально эффективное донесение информации для новичков. Вводные вебинары. Я сброшу ссылку. Это постоянные ссылки, которые вы можете сохранить и передавать именно новым, потому что, я думаю, вы прекрасно понимаете, что здесь максимально доходчиво объясняется информация о проекте Skyway. И сразу же происходит переход на расширенный технико-экономический вебинар. Соответственно, человек максимально погружается в мир Skyway, абсолютно так же, как когда-то. Мы, именно те люди, которые были в качестве первой сотни инвесторов, погрузились, были приятно удивлены, шокированы, разбирались неделями, задавали различные вопросы. Это абсолютно нормальный процесс. Но главное не упустить возможность, которая действительно бывает раз в сто лет. И сейчас я передаю слово человеку, который развивает этот проект более 15 лет, который изначально познакомился с Анатолием Эдуардовичем Юницким, будучи чиновником, серьезным чиновником в России. Это Сергей Анатольевич Собиряков. Это также действующий государственный советник третьего уровня. Пожалуйста, поприветствуем. Спасибо, Алексей. Добрый вечер, друзья. Так, как видно, как слышно. Так, отлично. Так. Ну, как вы видите, что среда, 19-20 часов. Мы продолжаем нашу работу. Мы почти год работаем в таком режиме. И ничего, в общем-то, менять не собираемся. Поэтому мы с Алексеем продолжаем работу. Это по технико-экономическому доведению информации. Все, что связано с проектом Skyway. Мы с ним уже два вебинара сегодня на 12 и на 13 часов уже провели. Вот. И дальше будем вести. И каждую среду в это время всегда можете входить, всегда смотреть, приглашать людей. И эта работа будет однозначно вестись. Вот. Единственное, что немножко изменился формат взаимодействия, что мы сначала почти год вели вебинары именно от фонда Skyway Invest Group. Потому что такая была необходимость. И время было такое, что надо было, чтобы основная праутинвестинговая программа велась именно в СВИГе. Сегодня это время закончилось. Мы перешли сейчас опять не работать, а вести информацию от головной компании, для того, чтобы этой информацией могли пользоваться все. В том числе и тот, кто сегодня участник и приходит. И в Skyway Invest Group, и в Skyway Capital, и в РСВ. И вообще просто все, кто интересуется проектом Skyway. Поэтому здесь сразу, ну, хоть и для новичков это абсолютно неважная информация, мы абсолютно не делим, кто через кого заходил. Потому что самое главное – это развитие проекта. И сейчас, как Алексей уже очень емко и, я считаю, грамотно и содержательно донес информацию о сути проекта, о технической составляющей, мы на втором вебинаре, который будет в 20 часов, где в основном уже по нашему представлению собираются люди, которые интересуются проектом и задачи которых – это расширять свою информированность, расширять свое представление, смотреть на все, как мы называем, через призму Skyway. Мы как раз сегодня сделаем очень существенный такой аспект, уклон, рассмотрим очень много нюансов, связанных именно с техникой аэродинамики, именно с тем, что сегодня дает конкурентные и неоспоримые преимущества технологии Skyway. Потому что очень много задают вопросов, что, а как, а почему, чем это отличается, почему это действительно то, о чем вы говорите. Поэтому, друзья, это есть именно технологические особенности, это основа технологического уклада, той основы, которая определит экономическое развитие на ближайшие 30-40 лет, это строительство транснетов, это строительство конкретных адресных проектов, это создание миллионов и миллионов километров струнных коммуникаций, которые дадут именно основу транснета, и как следствие станет ядром шестого технологического уклада. Мы говорили и будем еще много говорить о пятом технологическом укладе, как мы называем, младший брат, это интернет, то есть агрегированная технология, которая определила развитие и определила нашу цивилизацию за последние 25-30 лет. Соответственно, это все мы будем обсуждать, делать, и те, кто только подключился, те, кто только узнал о проекте, вам предстоит еще много и много чего узнать, очень много чего проанализировать, и как следствие, как вопрос, к чему мы это подводим и что мы ставим. Главное, это для того, чтобы вы приняли для себя решение, интересен, не интересен вам проект Skyway, и вы для себя определились, поддерживать, не поддерживать, становиться инвестором и участником проекта или нет. Естественно, что вся наша работа построена на то, чтобы создать доказательную базу по инвестированию в проект, дальше создать доказательную базу по научной состоятельности и технической доказательности проекта. Ну и, конечно, основная цель, друзья, это уже демонстрация технологий для того, чтобы привлекать заказчиков и крупных инвесторов. И суть краудинвестинга как раз заключалась и заключается в том, чтобы выйти на заказчиков и на тех инвесторов, которые действительно играют уже очень существенную роль в развитии целых регионов, отраслей, стран, для того, чтобы эта технология стала очевидным. И два года то, что мы сейчас проделали вот эту колоссальную работу, посоздали эту кратную местную систему, привлекли десятки и уже сотни тысяч людей в орбиту проекта, создано конструкторское бюро, как Алексей сказал, уже с 12-ю карбой по направлениям. Они выдают уже свою продукцию, то есть чертежи и проекты, на основании которых уже создаются образцы, идет строительство, определяются первые трассы. Эта вся работа уже проделана и она активно развивается. И основной целью и задачей этой работы – это создание технологии, это защита этой технологии. Соответственно, нас как инвесторов, которые участвуют на ранней стадии. И дальше это уже активное развитие, активное построение бизнес-холдинговой структуры, которая будет внедрять, строить и эксплуатировать технологию Skyway. Горизонты здесь, друзья, просто неограниченные, потому что эта технология по капитализации в разы превосходит все, что связано с IT-индустрией и с интернетом. А эта индустрия сегодня уже является самым крупным бизнесом на Земле, наверное, уже приближается к 10 триллионам долларов из 70, ну, около 70 триллионной мировой экономики. Соответственно, ниша транснета, она значительно шире. И сегодня мы входим в сферу и в бизнес, который крайне востребован в сегодняшней цивилизации. Востребован тем, что мы своей деятельностью сегодня загнали экологию в такое, уже, можно сказать, предшоковое состояние, то есть когда, может быть, уже пройдена точка невозврата. И сегодня требуются технологии, то есть требования к шестому технологическому укладу, то есть следующему цивилизационному циклу, который будет менять и приходить на замену тому, что мы сегодня пользуемся. Соответственно, это и автомобили с их выхлопами, и тепловым, и газовым загрязнением. Это и промышленность индустрии, которая сегодня выкидывает огромное количество СО в атмосферу и загрязняет все, что мы сегодня пользуемся. Это продукты питания, которые сегодня доведены до того, что сегодня большая часть продуктов для человечества является отравой, а не полезным действием. Это воду, которую мы ведем, пьем некачественно, это воздух, которым мы дышим сегодня в этих городах, это сученность и проживание сегодня неприемлемое для нормального человека, для нормального развития психики. Это все, друзья, экологическая составляющая, вообще наша цивилизационная составляющая, которая требует развития, которая требует следующей уже более комфортной замены. И как раз этим всем занимается наша научная экономическая школа, по основе которой лежат именно труды инженера ЮНИТ, который 40 лет развивал технологию, который многократно запускал и приступал к ее внедрению. Пройден колоссальный путь и получены очень серьезнейшие и научные технические результаты. А сейчас, друзья, вместе с нами, с нашей помощью, пришло время, когда мы, распределив инвестиционные риски на большое количество людей, которые позволяют себе сделать небольшие, но очень значимые инвестиции. Мы, друзья, создали эту систему, мы профинансировали за эти два года очень существенную часть работы, и сегодня результат этой работы – это активное развитие проекта, это признание технологии уже экспертным сообществом при Минтрансе, это выход на заключение десятков соглашений уже с мэрами и с губернаторами различных городов и губернии России, ближнего зарубежья, то есть Казахстана, Украины, Белоруссии. Это уже серьезные контракты на адресные проекты, которые сегодня обсуждаются и делаются уже с многими очень серьезными бизнес-структурами, и как в Азии, как в Африке, в Америке, в Латинской Америке. Это, друзья, говорит о том, что технология крайне востребована, и мы сегодня, подходя к ее демонстрации уже вживой, это намечено на октябрь этого года, мы сегодня уже входим в сферу реального, очень крупного, серьезного бизнеса. И такая задача ставилась изначально, но вот этот потливый, ежедневный и очень серьезный объем работы, который мы проделали, он сегодня позволяет как раз двигаться дальше, он позволяет как раз сегодня утверждать, что технология есть, что она состоялась, и вести уже, естественно, разговоры о создании крупных бизнесов. И этот процесс активно и активно идет. Естественно, что без нашей работы, без нашей краудинвестинговой системы, этого было бы сделать невозможно. Почему мы сейчас уже начинаем отчасти говорить в прошедшем времени о краудинвестинге? Потому что ту задачу, которая перед ним ставилась, перед ним, это имеется в виду, друзья, перед нами с вами. То есть собраться, организоваться и выполнять задачи именно по созданию краудинвестинговой, краудпроводящей системы. Именно инвестпроводящей системы. И сегодня эта работа ведется о том, что краудинвестинг закончится сегодня говорить, конечно, преждевременно, но до конца 2016 года, при том, как сегодня ведутся активные переговоры, работа, то основная тяжесть потом, точнее, дальнейшая тяжесть финансирования и продвижения проекта ляжет, конечно, на крупные фонды, на крупные инвестиционные компании, которым сегодня нужны такого рода инфраструктурные проекты, которые мы сегодня создаем. Естественно, что это как первая ступень ракеты, которая делает очень важную, очень серьезную работу, и мы с вами как раз вот краудинвестинге являемся вот этой первой ступенью запуска проекта. И сейчас, уже оглядываясь назад, можно сказать, что мы эту задачу выполнили, мы сегодня вывели проект на то, что он уже ощутим и воспринимается экспертным сообществом. Сейчас он все больше и больше воспринимается уже крупными финансовыми структурами, которые видят перспективы. Он сегодня уже принимается властными структурами, то есть мэрами, губернаторами, на уровне уже министров и вице-премьеров. Не за горами те времена, когда выйдут обсуждения уже на первых лиц государства, потому что и не только России, потому что речь идет о целом ряде регионов, и на евразийском пространстве, и в целом мире. Потому что это, друзья, сегодня крайне необходимая и востребованная технология, которая сегодня нужна всем. И дальше мы вот с следующим вебинаром проведем некое такое экспресс-быстрое сравнение по поводу тех технологий, которые сегодня уже включились в эту гонку. Гонка началась, и мы тоже об этом говорили, о том, что сегодня соросное наземное перемещение второго уровня активно финансируется, активно ведется несколькими группами и несколькими, ну скажем так, центрами в мире. Но со своей, конечно, стороны мы можем сказать, что Skyway, он вне конкуренции, потому что это единственная технология, которая ответит всем требованиям, которые сегодня предъявляют время, которое будет очень простым, дешевым, качественным, безопасным, экологичным, и, соответственно, самоокупаемым, дающий существенные прибыли как инвесторам, так и тем, кто строит и владеет этими трассами. Ни одна другая система этим требованием выполнять не может. Мы объясним и покажем, как. И уже показывали в вебинарах, то есть это за вводные 30-40 минут, друзья, естественно, рассказать невозможно. Те, кто новички подсоединились, вы должны видеть и должны понимать, что это очень большое, серьезное сообщество людей, которое ставит перед собой очень серьезные, большие цели. И единственное, что вызывает у всех действительно сейчас недоумение, в числе и у чиновников высоких Минтранса, которым буквально на позапрошлой неделе было доложено и принято очень серьезное, и, я бы сказал, определяющее для нас событие, когда экспертное сообщество приняло технологию Skyway. Причем это была недобружелюбная, скажем так, среда экспертов, которые работали на конкурентов, задача которых была задушить Skyway. Но те доводы и та научная работа, которая проделана, и та технологичная доказательная база, которая создана, она не позволила сегодня экспертам высказаться против, и поэтому можно сказать, что сегодня мы на равных вошли в технический, научный мир. Мы действительно сегодня позиционируемся как очень серьезно развивающаяся технология, и ни одно экспертное сообщество теперь не может сказать о том, что это не так, или это чье-то отдельное мнение. Соответственно, это очень серьезно помогает работать с мэрами и с губернаторами, которым сегодня крайне нужна транспортная подвига, но никто им сегодня эту систему предложить не может, кроме Skyway. То есть мы активно участвуем сейчас во всех экономических форумах, в разработке концепции развития как городов, так и целых регионов. В общем, потому что без Skyway, без струнных технологий инженера Юницкого ни о каком сегодня территориальном развитии Дальнего Востока, ни о какой концепции развития Сибири, ни о какой развитии вообще России в целом до 2020-го, 30-го, 40-го года они там собираются сейчас рассматривать. Это полная глупость, так же как в 90-м году было рассматривать информатизацию без мобильного интернета, без того, чем мы сегодня не представляем свою жизнь, а это наша повседневность. И если кто-то будет утверждать, что за последние 20 лет жизнь кардинально не изменилась, то, друзья, я просто в это не поверю, потому что, когда смотришь, что происходит вокруг, мой шестилетний сын сегодня по своему планшету общается и занимается английским языком с учительницей, которая живет в Болгарии, соответственно, я могу сказать, что это не те времена, которые можно было представить и сказать, что это вполне в порядке вещей. И когда он летом там говорит, что я переписываюсь с одногруппником, и это даже не по институту, и даже не по старшей группе детского сада, то я, друзья, могу сказать, что на вопрос, который он меня задает, что, папа, а какой у тебя был интернет в детстве, знаете, я ему трудно могу объяснить, что, знаешь что, сынок, не то, что в детстве, и не то, что даже когда я заканчивал институт и даже защищал кандидатскую диссертацию, но даже когда я заканчивал докторантуру и писал докторскую диссертацию, у меня, друзья, еще тогда не было личного ноутбука, понимаете, а компьютер у нас был один на научный отдел. И это, друзья, не так уж давние времена, понимаете, а сегодня мы не представляем эту жизнь без этих, и здесь, что я должен сказать, и что вы должны понимать, самое главное вынести из этого вебинара, что в ближайшие 3, 5, 10, 15 лет жизнь изменится еще более радикально, чем она изменилась за последние 15 лет. Вот к этому вы можете относиться, друзья, как угодно, но вы вспоминайте эти слова и следите за нашим проектом. И я могу сказать, что сегодня у вас есть еще и уникальная возможность в этих изменениях поучаствовать, еще и получить дивиденды от той капитализации интеллектуальной собственности, которой этот мир будет менять. И я думаю, что вы тоже со временем поймете, что слова, которые мы постоянно произносим, и которыми начинаются и заканчиваются все репортажи с Марьиной горки, с полигона, с всех репортажей, которые ведет Михаил Кириченко о том, что строй Skyway, спасай планету. Это очень серьезное утверждение. И со временем, когда вы будете понимать, вникать и понимать суть проекта, вы поймете, что это не пустые слова, а это очень глубокое... экономика и очень глубокий смысл заложен в этом утверждении. Все, друзья, на этом я с теми, кто дальше не пойдет на вебинар, считает, что это неинтересно, и дальше продолжать общение со Skyway, значит, я с вами, друзья, прощаюсь. А с теми, кто переходит на следующий технико-экономический вебинар, у нас, как всегда, небольшая пауза. В это время идут очень интересные ролики, и буквально через 5-7-10 минут мы начинаем дальнейшую работу. И я думаю, что у нас очень содержательный сегодняшний вечер, потому что информация, которую мы до вас будем сегодня доносить, очень важная и очень значимая. Все, друзья, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok